Привет! Совершенно внезапно заметил у себя на полке, что у меня завалялась непоказанная вот такая штука. Это фигурка Линка по игре Legend of Zelda, по серии игр. В данном случае это скорее всего... По какой игре вообще? Это по Skyward Sword. Собственно, по части, которая выходила в том числе и на Nintendo Wii, и на Nintendo Switch, по-моему, был порт. Я не уверен точно, на Wii она выходила. Собственно, вот такой вот линк. Заказывал я его из Китая. Ссылка, вероятно, будет в описании. Ну, сразу скажу, это подделка. Это не оригинал. Хоть и пытается эта фигурка казаться оригинальной, ведь фигма, все дела тут написано. Какие-то копирайты даже попытались поставить, но это 100% подделка. Хотя сделано вполне себе недурно. Собственно, вот такой линк у нас будет с мечом-щитом, с мастером-мечом, точнее, с Skyward's мечом, точнее. И у него будет сменное лицо. Ну что ж, давайте откроем, посмотрим. Так, насчет цены не помню. О-о-о, класс. Слушайте, задник сделан классно, но... Вот что сразу выдает в этой коробке подделку? Так это то, что задник скукожили. Видите, он скукоженный просто по ширине. Сразу выдается. Мда. Так, насчет цены точно не уверен, но, вероятнее всего, стоила она в районе 1000. Тут есть эффект даже и ножны. Потому что обычно дороже я фигурки стараюсь не брать. То есть там купить фигурку в районе 2000 для меня это нонсенс обычно. Ну, в смысле, поддельную. Итак, собственно, ну, упаковано все не дурно, но я сразу вижу, что у Линка, во-первых, отваливается голова. Во-вторых, фигурка, судя по всему, довольно хлипкая. Так, давайте-ка мы сразу этому парню вернем голову, а то если с ней какие-то проблемы, это будет проблемой вообще глобальной. Ну, разбирается все неплохо. Так, запах неприятный есть. Ну, точно, паль, конечно. Все же, все же, от фирменных фигурок запаха такого сильного нет. Это, конечно, сразу бросается в нос. Не в глаза, в нос это сразу бросается. Итак, собственно, вот такое вот у нас... Господи, нет, смотрите, меня бейст это лицо. Меня бейст это лицо, мы его поменяем. Мы его поменяем на более спокойное. На вот это. Эх, немножко глаз запороли. Притом, здесь глаза сделаны максимально аккуратно. Кстати, знаете что? Покрашены хорошо. Тут не докопаться, покрашены хорошо. Итак, собственно, вот... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, да. Фигурка хлипковатая. Хотя и держится, но, например, те же самые шарниры в поясе, они вообще никуда не годятся. Довольно интересные шарниры в коленях. Нога у нас на вот таком вот шарнире. Носок даже сгибается немножко. Не то, чтобы это нужно, но сгибается. Окей. Руки крутятся, поднимаются, поворачиваются. Сгиб небольшой, 90 градусов, но как бы бат окей. Кисть тоже двигается. Кстати, сменные кисти тоже есть. Их очень много. Их снизу положили. Также у нас здесь есть подставочка, меч, щит и, конечно же, вот эти штуки. Как до них добраться? Тоже, что ли, скотчем заклеили? Да, тоже скотчем заклеили. Эффект взмаха и ножны. Это, кстати, здорово. Я, на самом деле, не думал, что здесь есть ножны. Я думал, так все оставят. Ну-ка, подождите. Он сюда подходит? Ну, мое почтение. Слушайте, он подходит сюда, еще и классно вставляется так. Ну, тут вопросов нет. А как в плане держания эффекта? Как он? А, он вставляется снизу, я понял. Ну, в принципе, пойдет. Да, в принципе, пойдет. Окей. Итак, собственно, возвращаемся к линку. Тело у нас нет. Оно не поворачивается. Оно статичное. Причем оно немножко наклонено вот сюда. Это проблема. Длинная шея, длиннющая. Слушайте, а почему у него такая длинная шея? Это... Почему у него такая длинная шея? Что с ним случилось? Смотрите. Он должен выглядеть вот так. Почему у него такая шея длинная? Что с... Что с ним случилось? Боже. Я думаю, с ним что-то не то. А потом, понимаю, шея... Чего она такая длинная? А, нет. Подождите. Подождите, подождите, подождите. Может быть, может быть, можно сделать... Так, сейчас попробуем кое-что. Значит, мы вынимаем это, переворачиваем вот это и вставляем обратно деталь шеи. Нет, лучше не стало, она по-прежнему длинная. Да. В плане прокраски самой фигурки. Ну, наверное, тут вы в первую очередь сами визуально можете оценить. В принципе, терпимо. Как бы с сильной краской нигде не залезли, хотя и залезли. Сзади у нас всё ровненько вроде. Хотя вот здесь вот зелёного много. А, оно просто изнутри было зелёное. Под сумки покрасили аккуратно. Они, кстати, съёмные? Нет, они не съёмные. Спереди тоже туда-сюда. Конечно, лицо. Лицо сделало норм. Серьёзно, для китайщины это я бы считал вообще отличным результатом. Потому что обычно просто кошмар. Без слёз не взглянешь. А тут... Ну, так. Нормально, окей. Я не буду говорить, что это отлично. Я скажу, что это нормально. Так, давайте попробуем ему закрепить щит в руку. А чтобы ему закрепить щит в руку, ему надо руку поменять. Или нет? Или да? Или нет? Так, значит, мы вот это надеваем вот сюда. А вот это вставляем ему в кисть. Вот так. Оп. И... Оп. Ну, допустим, держат. Да, да, держат. Может даже им прикрываться. Теперь ему в другую руку вставляем меч. Меч хлипкий. И надо очень аккуратно вставлять его в руку, потому что есть неиллюзорный риск его просто нахрен сломать. Но тоже нужно сказать, что держится и выглядит он вполне себе прилично и достойно. Как бы попробуем потом позирование. Я так полагаю, ножны крепятся за спину. Только куда? Снизу или сверху? Наверное, сверху всё же. Или снизу. Там... Тут отверстие не совпадает. Видите? В чём проблема? А снизу? Нет, подождите. Получается, какое-то из отверстий оно под крепление... Я боюсь, что верхнее всё же отверстие под ножны, а нижнее под вот этот вот коннектор. Или наоборот. Так, нам надо сравнять вот эти две дырки. Потому что они не совпадают и из-за этого... Оооо, вот сейчас опасно было! Вот сейчас было опасно. Они не совпадают и из-за этого не получается вставить ножны. Я боюсь, что сделать это не получится. Да. Да, это 100% крепление под подставку. Вот сюда должны вставляться ножны, но сами понимаете, мы их не вставим. Единственный вариант, я тут полагаю, это немножко подсверлить здесь. Рассверлить или чем-то острым просто, типа маленьких ножниц. Из маникюрных разработать отверстия, и тогда они вставятся. Но никак иначе. Как бы по-другому, увы, не получится. Так. Лепим это дело на подставку. И давайте его... Ой! Отличная поза, Линк! Молодец! И давайте его как-нибудь установим здесь. Вот так. Вот так. Достаточно такую надо отважную боевую позу ему выдать. И вот так. Ну. Так, ножку не подворачивай, Линк. Что ты как это? Как неродной. Собственно, вот такая вот фигурка. Сказать, что она плохая или хорошая, трудно на самом деле. То, что у него болтаются ноги, на самом деле, небольшая проблема. Как видите, с подставкой позировать он может вполне себе неплохо. То есть, можно там ногу подогнуть. Она не болтается. Сделать там, как будто он бежит или еще что-то, вполне себе можно. Я не мастер в позировании фигурок, поэтому мне немного трудно с этим. Кстати, на картинках... О! Корпус поворачивается! Корпус-то поворачивается! Смотрите. На картинках показано было, что он поворачивается. Вот он поворачивается. Я не мастер ставить позы фигурок, но могу сказать, что да. В принципе, это вполне возможно. Эффектов много, аксессов много. Небольшая проблема, конечно, с ножнами. То, что они не вставляются. Но это не так уж критично. Последнее, на что осталось взглянуть, это ручки. Я не люблю сменные кисти, хотя это и очень важная часть коррекционных фигурок. Мне почему-то кажется, они обычно излишними. Особенно в таком случае, когда у нас, по сути, даже других аксессуаров. Нет. Я понимаю, когда там какой-нибудь у нас Дэдпул, фигурка Дэдпула, и ему надо положить мечи, пистолеты, не надо там фак сделать, еще что-нибудь. А здесь-то что? У него все закрепилось в стандартные руки. Ну, да и руки здесь, знаете, так себе качество, я бы сказал. Собственно, вот такие вот сменные кисти. Распахнутые кисти неплохие. Сделаны даже сносно. Есть просто кулаки, которые могут... А, вот это может что-то держать, вот это нет. Кстати, а что он держать может? Ножны, что ли? Да, типа ножны, наверное, может держать. Еще один противоположный кулак замкнутый, один открытый вот такой, две просто ладони. Кстати, вот эта рука испачканная. Ну да, так себе в качество у рук. Можно сказать, что их здесь и нету, потому что лучше бы не клали. Такие вот дела, друзья. В целом фигурка нормальная. Если на нее ценник сейчас на Алиэкспресс приемлемый, то почему бы не взять? В остальных случаях, наверное, все же не стоит, если особенно вы не интересуетесь вселенной Legend of Zelda, если вам не нравится персонаж Линк и внешний вид его, или вы просто не хотите тратить деньги на именно такую фигурку, лучше посмотреть что-нибудь от Marvel, то, что я показывал ранее, или посмотреть на что-нибудь фирменное, наподобие того же самого Луфи и так далее. Короче, если вам понравился обзор и хотите еще, поставьте лайк. Подпишитесь, колокольчик нажмите, увидимся в следующем видео. Пока!